Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов, по вашей просьбе, я изготавливал вот такую мокрую мушку. Матч Браун. Ну, это одна из основ. В принципе, так к Матч Брауну она имеет отношение только лишь своей формой. Но, опять возникло у вас много вопросов по поводу разных крыльев. И давайте мы сегодня изготовим очередную мокрую мушку, которая тоже является основой всех мушек, которые вот идут по принципу построения Матч Брауна. Но крыло мы будем изготавливать несколько по-другому. Чтобы вам было понятно, я вот, допустим, покажу сейчас вам сразу. Я взял крючок, совсем так же, как и в том фильме, неподходящий. По величине, как вы видите, он значительно меньше. Но изначально я взял его номер 8. Вот фирмы, как вы видите, Джексон, который практически не предназначен для вязания мокрых мушек и прочего другого. Но, учитывая то, что у нас она будет работать чисто по окуню, красноперке и такой мелкой рыбе, это очень подходящий крючок за счет своего загиба. Вы видите, само жало отведено в сторону. Поэтому очень хорошо засекается рыба. А окунь, как известно, сам по себе такой, что, если ему что-то не понравилось, он в момент поклевки может всегда это выплюнуть. Здесь уже этих вариантов не проходит. И теперь, чтобы мы не тратили время, на этом крючке изготовим тело и хвостик, так же, как изготавливали для матч-брауна. Я буду использовать остатки вот перьев, которые у меня есть, от цесарки. Желательно, если у вас есть, используйте перо куропатки. Учитывая то, что я не буду принципиально находить и вязать ее так, как вот оно должно быть, мы будем изготавливать из того, что есть под руками. Есть у вас, допустим, остатки вот таких перьев. Используйте. Есть у вас остатки, вот я специально покажу, у меня вообще вот такой вот кусочек такого пера. Из такого перышка можно изготовить так же эту мокрую мушку. Оттенок и цвет подберете под себя. Но в моем варианте я буду изготавливать его вот в таких оттенках. Это светло и темнее серый, ближе к такому, даже песочному цвету. Я их перемешаю, чтобы был оттенок на теле. И изготовим с вами, как обычно, тело с хвостиком. Вот мы с вами уже изготовили такое тело. И теперь нам понадобится, можно вот так изготовить вырез пера. Легче будет укладывать потом это крылышко. Но необходимо подобрать саму ширину. По вырезу она должна приблизительно или же равняться. Это все уже вы потом под себя подберете. По ширине загиба. Я, учитывая то, что это вообще не подходящее перо для крыла, специально вам буду показывать, что можно изготовить и из таких вот отходов. Теперь нам необходимо аккуратно. Наши эти все бородки по длине подобраны. Я убрал все, какие мне мешают, в сторону. И теперь нам необходимо сверху приложить строго-строго вертикально. Вот так, как мы с вами будем крепить потом дальше крыло. И сверху двумя пальцами берем и наклоняем вот так вдоль тела все наши бородки. Делаем парочку накидных оборотов нашей нитью. И начинаем, удерживая перо, протягиваем его по длине. Не отпускаем. Смотрим, какой нам понадобится длина нашего крыла. Вытягиваем до тех пор, пока у нас не образуется крылышко. Длина крыла должна равняться длине хвостика. Вот у нас вышло, я попробую показать приблизительно, вот такое крылышко в растопырку, которое сейчас с расчетом того, что мы взяли неподходящее, изготовим хорошее и красивое крыло. Теперь берем ноготочком сверху, так как мы не затянули наше перо. Разравниваем так, чтобы наше перышко аккуратненько охватывало. Вдоль цевья вот так подровняли. Вышла вот такая ровненько, плоская площадка. И если мы сейчас начнем с вами крепить дальше крыло, оно у нас аккуратно будет вот так охватывать наше тело. Давайте изготовим крылышко, закрепим материалы и отрежем остатки. Я специально, чтобы вам было лучше, увлажнил верхнее крыло, и как вы видите, оно хорошо огибает, как черепица, наше тело. Из другого кусочка, какой вы, допустим, для себя подберете, вот у меня также по остаткам есть перышко цесарки, мы сейчас изготовим горлышко и головку. Я буквально это уже чисто от себя на горлышко добавил еще пару оборотов павлина, пера. Можно и не добавлять, это уже посмотрите по своим обстоятельствам. И изготовил небольшую головку, которую слегка вскрыл лаком. И как вы видите, вот из отходов у нас получилась хорошая мокрая мушка, которая будет ловить, да не будет, а она и ловит практически любую белую рыбу, которая есть. Пробуйте с оттенками, с расцветками. В данном варианте она изготовлена в более таких темных тонах. В ярких тонах будут работать в мутной воде. Ну, а это для прудов. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!